Доброе утро! Сегодня вербное воскресенье. С праздником всех солнышко встает. Птица поет. Где-то зяблик. Солнышко встречает. А мы сейчас пойдем встречать Господа Фарам на службу. С вербочками будем встречать Господа. Сегодня вход Господень в Иерусалим. С праздником! Солнышко встало. С праздником! С вербным воскресеньем! С входом Господнем в Иерусалим. Птички поют. Господа встречают. И мы пойдем молиться с вербочками. С вербным воскресеньем. Птица исп Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот крокусы расцвели желтенькие А вот там и беленькие расцвели Сейчас посмотрим, все встречают Господа Это крокусы? Да, маленькие такие Вот там тоже крокусы зацвели Здесь уже ландыши, вот эти вот листики от ландышей Ландыши, ландыши, а там дальше вот цветочки Да что, как поют, все встречают Господа Такое у меня стихотворение есть Я веточку вербы несу, как знамение Я слушать иду благовест Господь к нам приходит, несет нам спасение А сам он восходит на крест Встречаем Господа сегодня Вербочками Нашим сердцем Отпускаем его Спасибо, Господи Иду через парк Послушаю птичек Субтитры делал DimaTorzok 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 Птички поют Вот тут вылетел Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И дрозды И скворцы Синички Зяблики Вороны, голуби Сколько птичек здесь сейчас Рост какой большой. Парк наполнен весенними голосами. Много кормушек. Прудик растаивает, уже рыбу ловят. Уточки прилетели. Уточки плавают. У них лямка. Парк наполнен весенними голосами. Парк наполнен весенними голосами. Много еще больше цветочки раскрылись. Здесь у нас и эти. Вербное воскресенье сегодня. Цветочки цветут. С праздником всех. С праздником, с верным воскресеньем всех. Сегодня мы встречаем Господа, который входил в Иерусалим. И как многие люди, которые встречали Господа при входе, резали баи и пальмы, так мы встречаем вербочкой. Но многие из тех людей, которые встретили Господа, потом также кричали распни его, предав смерти. Поэтому мы должны находиться в любви Господней, не предавать его. А приняв его, приняв сердце, не надо грешить больше. Тогда мы будем теми людьми, кто будет с Господом. Но сейчас продолжается еще Великий пост. Мы продолжаем читать Библию вместе. Сегодня читаем сорок пятую главу. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал. Удалите от меня всех. И не осталось при Иосифе никого. Когда он открылся братьям своим и громко зарыдал, он и услышали египтяне, и услыхал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли, и он сказал, я Иосиф брат ваш, который вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения нашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле остается еще пять лет, в которые не орать, не жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыков во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле гисем и будешь близ меня. Ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты дом твой и все твое. И вот очи ваши, очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели. И приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шею его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте. На вьючий скот ваш хлебом, и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и приведите ко мне. Я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и приведите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, авианиамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежды. И также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослис, навьюченных зерном, хлебом и перепасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Якову отцу своему. И известили его, и сказав, Иосиф, сын твой жив, и теперь владычествует над всей землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им, когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им. И когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова отца их. И сказал Израиль, довольна сего для меня, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. Такую главу прочитали, где, говорится, как Иосиф признался братьям своим, что он их брат. И хотя братья сначала были в смущении, но потом увидели, что он давно их простил. И вместе они целовались, плакали. Иосиф одарил их разными дарами и сказал, чтобы привели отца к нему. Потому что голод еще предстоял, еще пять лет предстояло быть голодных. Поэтому он сказал, чтобы вам не быть обнищавшими и голодными. Приходите в эту землю, вы видите, как я здесь богат и имею власть. И все, что можно я сделаю для вас, вы будете жить в довольствии. И так братья пошли к отцу своему, взяв дары, и отец Иаков согласился пойти в землю египетскую, чтобы увидеть сына своего, который он, долго которого он оплакивал. Ну вот, узнав о такой радостной вести, конечно, он собрался в дорогу. Так что вот такая глава. Так что будем тоже радоваться и радовать своих близких. Прощать за что-то, потому что Иосиф сказал, что это не вы меня продали, отправили. Это Господь так предусмотрительно все сделал, отправив меня в Египет, чтобы я мог потом помочь вам. Потому что все делается по воле Божьей, даже которой нам непонятно и кажется что-то плохое. Но Господь все делает для нашего спасения. Поэтому нужно учиться понимать и принимать волю Божию. Спаси Господи всех. И еще раз с праздником, с верным воскресением.